Так, помешай, пожалуйста, там калеры на вкусе, что готовится. Каждое утро собираться за большим столом. Для них это уже традиция. За чашкой ароматного чая обсуждают, кто чем намерен заняться в этот день. Для социального педагога Марины Леонтьевой завтрак что-то вроде планёрки. За те минуты, что длится чаепитие, она успевает поговорить с каждым. И при этом сразу понять, всё ли хорошо у молодого человека. Не опечален ли он чем-то, если так, причина выясняется сразу. От мамы или мамы Марины, как её ещё называют, у ребят нет секретов. Я для них человек, которому они прислушиваются. В какой-то мере значимый человек, к которому они могут обратиться за какой-то помощью, с какими-то своими вопросами, который знает, ну куда их двигать. Когда первый раз я её увидела, она мне сразу понравилась. Я знала, что мы будем с ней дрожить, и я буду её поддерживать. Ты самый для меня близкий человек. Марина с самых юных лет знала, у неё будет много детей. У них с мужем три дочери. Но потом они поняли, нежности, чёткости и терпения хватит и на приёмных ребятишек. Узнав о новых берегах, женщина написала Марии Львовой-Беловой. И та пригласила её возглавить проект по реабилитации молодых людей. Теперь пять юношей и две девушки – тоже её семья. Этого не было в интернате. К ним относились как к инвалидам. Как к инвалидам с умственной отсталостью. А здесь другое отношение. Ты человек, ты личность. И у тебя есть, ну не знаю, мечтай и стремись, ставь цели, учись, научись вот этому. Вот в первую очередь подпитать, потому что им всем не хватает уверенности в себе. Как и любые дети, они относились ко мне как… Вот есть мама, она исполнительница моих каких-то пожеланий, подай, принеси, отнеси. То есть в очень таком командном тонике. И когда вот они увидели, что маму надо любить, что мама бывает далеко не у всех. И вот у кого-то она появилась там спустя 20 лет, у них что-то в голове тоже перещёлкнулось. И они очень стали трепетнее и внимательнее ко мне относиться. Продолжение следует...